Когда в Республике Татарстан начнут выдавать электронные паспорта? Это все решается постепенно через повышение грамотности цифровой, через профильные образовательные курсы. То есть если привыкнешь к каким-то цифровым вещам, то уже станет легче. Госуслуги и ВКонтакте будут доступны даже при нулевом балансе. Всем привет! В эфире Универнию со студией Надежды Мещерякова. В Казани обсудили итоги работы нефтегазохимических предприятий за 2021 год. От Казанского федерального университета участие в мероприятии принял проректор по направлениям нефтегазовых технологий Данис Нургалиев. За прошедший год базовые предприятия нефтегазохимического комплекса Татарстана увеличили производство на 6,8%. Министр цифрового развития России Максут Шадаев сообщил, когда в Республике Татарстан начнут выдавать электронные паспорта. О всех подробностях в сюжете нашего корреспондента. У нас по итогам согласования проекта указа президента о введении в Российской Федерации электронных паспортов Татарстан остался в числе трех пилотных регионов, где мы планируем в конце этого года начать уже выдавать реальные паспорта. Еще в сентябре 2021 года глава Минцифры России говорил, что в 2022 году Москва, Подмосковье и Татарстан могут стать пилотными площадками по вводу таких паспортов. Он отмечал, что бумажный паспорт могут заменить на смарт-карту и на мобильный цифровой ID. Кроме того, он предложил создать в Татарстане региональный центр компетенций по цифровизации и оптимизации региональных и муниципальных услуг. Традиционно республика Татарстан была всегда в числе лидеров по внедрению современных цифровых технологий. Многие решения, которые впервые были опробированы в органах власти республики, потом широко внедрялись по всей стране и внедряются по всей стране. Электронный паспорт – новый документ, удостоверяющий личность. Он представляет собой компактную пластиковую карточку со встроенным чипом. Как и прежний документ, электронный паспорт будет содержать фотографию владельца и персональные данные о нем. Помимо этого, будет указан номер ИНН с НИЛС, внесены данные о водительском удостоверении, чип паспорта будет содержать данные о подпечатках пальцев владельца и особенностях радужной оболочки глаз. Согласно результатам опроса сервиса по поиску работы «Суперджоп», лишь 29% татарстанцев готовы заменить свой бумажный паспорт на цифровой. Среди опрошенных москвичей – 28%, Подмосковья – 24%. Системы электронного документа оборота, как и бумажные аналоги, подвержены угрозам. Сотрудники МФЦ могут ошибиться, а злобные хакеры попробовать выкрасть данные. Остается вопрос, позитивно ли примут привыкшие к стабильности жители условного Татарстана и России в целом такие перемены. Все люди тяжело достаточно принимают перемены, потому что это вопрос о границах, вопрос о привычных границах своей жизни. И здесь получается, что цифровые процессы, они очень ловко так подстраиваются к нашим нежеланиям управлять какими-то процессами самим. И если нам, допустим, не очень нравится искать каждый раз документы, а не тут открываешь приложение, они все уже в подборочке, все уже есть. Это же удобно? Удобно. То есть человек экономит время, и нам предоставляются такие цифровые услуги. Цифровизация любых документов, перевод их в электронный формат, это всегда плюс в сторону удобства для пользователей. С другой стороны, все мы знаем, как сбоит у нас периодически глобальная сеть, в которой все-таки все это загруженное нами вращается, вертится и используется. Немаловажной частью развития цифровой грамотности жителей Татарстана Максут Шадаев назвал обучение учителей и преподавателей вузов и СУЗов цифровым навыком. Из 16 тысяч российских преподавателей, проходивших курсы по новым IT-компетенциям в Анаполисе, всего 1,2 тысячи оказались из Татарстана. Он подчеркнул, что такой показатель очень низок для республики. Любым разработчикам вот таких цифровых идей, цифровых возможностей нужно, конечно, соотносить те перемены, скажем так, с ситуацией психологической готовности человека принять те или иные новые границы существования. Вот это все решается постепенно через повышение грамотности цифровой, через профильные образовательные курсы или просто вовлечение в это дело. То есть если привыкнешь к каким-то цифровым вещам, то уже станет легче. Цифровизация идет семимильными шагами. Учитывая, что 2022 год в республике объявлен годом цифровизации, президентом Татарстана Рустамом Менихановым принято решение о комплексном развитии цифровой инфраструктуры и согласовано дополнительное финансирование цифровых проектов в размере более 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Надежда Мещерякова, Фаридзе Хитаглы, Универньюз. Ученые КФУ завершили подготовку номинационного досье для включения астрономических обсерваторий Казанского Федерального Университета в список ЮНЕСКО. В ближайшие три месяца досье изучат эксперты. По словам директора Института международных отношений Рамиля Хайруддинова, решение может быть принято уже в текущем году. Лицеисты Казанского Федерального Университета разработали программное обеспечение для умной палаты. Это сложный аппаратно-программный комплекс, позволяющий пациенту с ограниченными возможностями выполнять базовые бытовые действия с помощью движения глаз. Базовая модель уже представлена в новом лечебно-реабилитационном центре городской клинической больницы номер 7 города Казани. Казанский Федеральный Университет принял участие в отборочных собеседованиях для иностранных граждан. Очные собеседования кандидатов прошли в Республике Узбекистан и Республике Таджикистан. Собеседования проводились в рамках отбора иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом. На обучение в Российской Федерации в соответствии с установленным правительством Российской Федерации квотой в 2022-2023 учебном году. В этом году отбор по квоте проходил по двум траекториям – выездные мероприятия и по результатам Олимпиад. Охват участников был максимальным в силу того, что отбор можно было проходить не только очным присутствием, но и в виде дистанционного присутствия, то есть подключаясь онлайн. Вопросы включали в себя как вопросы по специальности, по выбранной, так и вопросы мотивационного характера, о том, каковы планы, какой потенциал, какой может быть уже есть научный задел у абитуриента потенциального. И таким образом у нас была возможность выбора наиболее талантливых абитуриентов и привлечения их именно в стены нашего университета. Больше, чем просто социальные сети «Мессенджер», правительственная комиссия внесла ВКонтакте список социально значимых сайтов. В списке ресурсов также числится портал госуслуги. Тему продолжит наш корреспондент. Тот или иной сайт может считаться социально значимым, если его посещаемость составляет не менее 5 миллионов пользователей в день, а также если на нем расположено не менее 5000 аккаунтов государственных органов, государственных СМИ и крупных государственных телеканалов. У социальной сети ВКонтакте есть все характеристики, социально значимого сайта. Социальная сеть, как один из ярких примеров новых медиа, является неотъемлемым инструментом работы правительственных организаций и государственных средств массовой информации. Хорошо, что государство впервые столь громко, значимо, конкретными решениями признало то, что давно уже существует, сто лет в обед, высокая степень влияния социальных сетей и мессенджеров на формирование общественных отношений, коммуникаций и так далее. Портал госуслуги «Социальная сеть ВКонтакте» будут доступны при нулевом и отрицательном балансе. Для операторов сотовой связи, которые предоставляют доступ к интернет-услугам и для операторов проводной связи, интернет-провайдеров, трафик, то есть объем потребленного контента, большого значения не имеет. Если доступ именно к социально значимым сайтам не будет третифицироваться, то операторы связи и интернет-провайдеры не понесут каких-то существенных потерь. Так что с экономикой данного вопроса, я думаю, никаких особых проблем не возникнет. В комиссии решения прокомментировали следующим образом. Предоставление бесплатного доступа к соцсети как к общественно значимому ресурсу является логичным и последовательным шагом для развития интернета и для цифровизации. В Союзе писателей Республики Татарстан состоялась презентация журнала «Литературные знакомства» с публикацией молодых татарских писателей. В мероприятии приняла участие профессор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Альфия Галемулина. На этом все. В студии была Надежда Мечерякова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok